В мае прошлого года Дмитровский противотуберкулёзный диспансер был оснащён новым импортным оборудованием, которое позволяет выявлять бактерии туберкулёза на молекулярно-генетическом уровне. Говоря простым языком, если раньше на постановку диагноза уходило 2-3 месяца, то сейчас 2 часа. Это очень удобно, поскольку медики в быстрые сроки могут начать лечение пациента. Кроме того, снижается риск заражения туберкулёзом людей из окружения больного человека. В Дмитровском районе, например, заболело впервые 49 человек в прошлом году. В 2013 году это было 77. То есть снижение идёт явное. Снижение не только заболеваемости идёт, но и других показателей. Показатель называется распространённость или болезненность. Сколько накопилось на случаев туберкулёза неизлеченных, они складываются. У нас тоже он снижается. Ещё важный очень показатель состояния эпидситуации по туберкулёзу – это смертность. Смертность также у нас снижается и по Российской Федерации, и по Московской области, и по Дмитровскому району. Несмотря на снижение показателей заболеваемости в нашей стране, туберкулёз считается социальным заболеванием. Чаще всего им болеют люди со сниженным иммунитетом. В частности, заключённые, алкоголики, наркоманы и ВИЧ-инфицированные. Медики бьют тревогу. Количество ВИЧ-инфицированных, заболевших туберкулёзом, с каждым годом увеличивается. Вот ВИЧ-инфицированных за последние 10 лет увеличилось в 4 раза. А что такое ВИЧ-инфицированный? Это человек, молодой человек, который лишён иммунитета, защиты. По статистике, 70% ВИЧ-инфицированных заболевают туберкулёзом. Поэтому медиками специально для них разработан комплекс химиопрофилактики, чтобы не допустить развития заболевания. Правильный диагноз больному может поставить только афтезиатр. Обратить внимание на общее состояние организма. Вялость, слабость, утомляемость, быстро устал, плохо начал спать, потливость, периодическое поднятие температуры, субфибрильные значения и частые простудные заболевания. Частые простудные заболевания – это своеобразный сигнал для обращения к врачу. По словам Раисы Чуриловой, часто болеющий человек имеет право обратиться в противотуберкулёзный диспансер напрямую, минуя визит к врачу-терапевту. Лечение больного очень дорогостоящее. Его цена зависит от формы заболевания. Например, лечение больного устойчивой формой туберкулёза составляет несколько сотен тысяч рублей. Эти средства выделяет государство, поэтому для пациентов оно бесплатное. Как и раньше, надёжной мерой профилактики туберкулёза является вакцинация детей. Дмитровские фтизиатры успешно используют в своей работе как традиционный флюорографический метод исследования больных, а также современные диаскин-тестирование и компьютерную томографию. Лаборатория диспансера является лучшей в Подмосковье и оснащена по последнему слову техники. Мы делаем вот этот тест на берегу.